Дмитрий Дубровский Сам же создатель мультистрии признается, это его первый фильм. Это как раз тот мультик, снятый на телефон, два мегапикселя, камера у него всего лишь. Ну это было, я хотел просто узнать механизм, как это работает, как лепить, как двигать фигурку, чтобы она потом все в целом, это было более-менее движение. Конечно, поэтому движение там, вот видно, все отрывчатые, оказывается, нужно, я потом понял, что очень важна фиксация камер. По словам Дмитрия, все, что нужно для современного мультипликатора – это пластилин, хороший фотоаппарат и компьютер, и, конечно же, океан творческих идей. К слову, некоторые из них автор берет из жизни своих друзей и знакомых. Звуки сталкера, как будто главный герой в нее играет. Это достает жену, она думает, как-то его надо от нее отвлечь, хотя бы пусть хоть что-то по дому сделает. Вот она ему несет ведро с мусором, иди хоть вынеси. И тут комическая ситуация в чем, что он возвращается, а жена сама играет, уже заняла компьютер. Сейчас популярные игры, и даже взрослые мужики, имея семью, детей, вот не могут оторваться от игры какой-нибудь. Я тоже играю, но у меня прям до такого не доходит, до скандалов. Нет, у меня иногда, то есть. А есть, вот я хотел отобразить, как бы есть у меня друзья просто, у которых есть даже в семейные немножко проблемы намекались. Что, ну, скандалы на этом почве, что малейшее свободное время, мой друг раз в компьютере. Вы не поверите, но создание каждого ролика – дело хоть и увлекательное, но очень трудоемкое. Тут нельзя сказать точно, вот конкретно, вот столько-то нужно кадров. Нет, все зависит от того, насколько динамичен мультик. Если очень динамично, все быстро происходит, там, конечно, меньше кадров делается. Потому что потом они все в программе для монтажа, она сшивается, эти кадры подряд, да, и мы видим потом общую картинку. Вот если какое-то плавное движение, да, делает герой, там, ну, какой-нибудь или даже механизм какой-нибудь, делает плавное движение, то понятно, что будет на каждое это движение больше кадров. А если резкое, да, то раз, два, три кадра, то есть уже меньше кадров. Все зависит от динамики. Дмитрий Дубровский по профессии корреспондент, работает в Селидовской газете «Наша заря». Все свободное время посвящает мультипликации, а несколько лет назад одно из своих творений посвятил истории родного города и попал в программу «Истоки» телекомпании «Орбита». Так можемо и тут залишитесь. А чого? Дочина летает. И рыба в рижце е. Фу! В 2011 год был от Селидову 55 лет. Вот на этот мультик ушло около 10 пачек пластилина, может, даже больше. Конечно, сокращенный вариант, хотелось там больше юмористических, таких интересных ситуаций. Ну, в итоге, вот в конце, да, он там шапку бросает, и как бы такой символизм получился, да, возникает всего. На самом деле, этому просто, потому что уже не хватало времени, надо как-то было сократить, я думал, чтобы быстрее. Вот получилось, в общем, получилось красиво и поэтично, но на самом деле задумывалось дольше сделать мультик. Дмитрий рассказал и нам, как создать пластилиновый мультфильм своими руками. Формирование образа. Бывает, вот как у меня есть мои простейшие мультики, да, вообще это кусок пластилина, так и была у меня идея, что зачем изгаляться, можно кусок пластилина, но если есть история, не важно, как он выглядит, главное, чтобы потом сменяется действие, да, и какие-нибудь, может, детали, допустим, кипчанские. Всё, вот уже эти почек на районе. Немного усилий, и вот что у нас получилось. Когда ролик готов, самое время подумать о его озвучке. А ещё Дмитрий признался, что такая детская забава, как лепка из пластилина, самый лучший способ релаксации. Достаточно всего 10 минут подержать пластилин в руках, и все беды и негативное настроение снимает, как рукой.